Ну что ж, ребятки, сегодня мы с вами будем обсуждать мастурбацию, анонизм, самоудовлетворение. Причем мы будем обсуждать не мужскую мастурбацию, которую обсуждали ранее, а женскую. Посмотрим минусы и плюсы этого процесса, посмотрим, какие побочные эффекты у этого бывают, нужно ли заниматься этой мастурбацией, какие преимущества у этого всего, и чем женское самоудовлетворение отличается от мужского. Ну, например, кто не смотрел, кстати, про мужскую мастурбацию, можете посмотреть, у меня есть на YouTube-канале ролики. Значит, чем у нас отличаются девочки от мальчиков? Девочкам гораздо сложнее получить вот этот первичный, так сказать, оргазм, в отличие от мужчины. Мы все прекрасно знаем, что когда мужчине нужно сдать спермограмму, он приходит в лабораторию, три раза передернул, нацедил в коробочку, в эту мензурочку, отдал все это в лабораторию. Представить себе, что эту экзекуцию может проделать женщина, чрезвычайно трудно. Почему? Потому что ей сложно будет в этих условиях лабораторных, так сказать, получить вот этот правильный оргазм. Ей вообще его будет, скорее всего, там не получить, это будет чрезвычайно трудно. Мужчине это сделать проще, и поэтому наши мужчины мастурбируют в машине, в туалете, совершенно в общественных местах каких-то, где угодно. Для девушки же нужны абсолютно другие условия. Очень важно, чтобы я была дома одна, чтобы я включала свечи, чтобы у меня была, значит, какая-то порнушечка, чтобы были какие-то игрушки. Женщины значительно чаще пользуются игрушками, нежели мужчины, когда занимаются самодовлетворением. То есть, если каждая там вторая женщина их покупает, и именно, например, используют, ну, элементарные вибраторы, или какие-то анальные шарики, то мужчина крайне редко это делает, если мы не говорим о первертах. Например, те же самые клизмофилы, да, и прочие мальчики. Да, они это любят. Но в большинстве своего мужчина не покупает ничего такого, чтобы себя как-то самодовлетворить, себя как-то развлечь. Какие-либо колбы, вагины и прочее. На самом деле, чаще все-таки этими вещами пользуются девочки, да, они любят вибраторы. Соответственно, очень много у каких девочек лежат вот эти Васи. Значит, они, как правило, называются мужскими именами. Васи лежат в тумбочках, значит, в этих прикроватных всяких этих тумбочках. Так, поэтому мы все с вами поняли. Значит, следующий момент. Чем отличается женский оргазм от мужского? И женская мастурбация от мужской? Вот здесь вот ключевой будет случай. Значит, ключевая особенность. Посмотрите, когда мужчина достигает оргазма, ему потом некоторое время надо восстанавливаться, в отличие от девочки. Женщины значительно легче и проще получают многопиковые оргазмы. Она может получать один оргазм за другим. И промежутки между этими оргазмами могут быть по 10 секунд. Мужчине этого сделать гораздо сложнее. Поэтому даже если мы возьмем законченную дрочилку, которая имеет такую невротическую форму мастурбации, то мы увидим, что он это растягивает, в принципе, в целом на весь день, но там получаются большие перерывы. То есть он помастурбировал, получил вот этот оргазм. Дальше он чуть-чуть отдыхает, пьет Red Bull, кушает свои чипсы, что-то там смотрит. Через какое-то время он возвращается к этому процессу вновь. У женщины же, например, мы сейчас тихонечко перейдем к невротической мастурбации. Невротическая мастурбация носит вот какой интересный характер. Она не делает перерывы, как таковые. Она заходит в это, как сказать, навязчивую мастурбацию до полного изнеможения. До полного изнеможения. Она получает первый яркий оргазм. Второй сразу же приходит, он более слабее. Третий еще более слабее. Четвертый еще. Пятый еще. Шестой, седьмой уже. Но она все равно продолжает это делать. Еще очень важный момент, что каждый последующий оргазм достигается сложнее предыдущего. То есть на то, чтобы кончить и разрядиться, тратится значительно больше энергии. Тебе нужно напрягаться еще сильнее, стараться еще сильнее. И оргазм начинает уже от тебя убегать, а тебе нужно поставить эту точку. Ты ставишь эту точку, но на этом все не заканчивается. А вот эта мастурбация носит именно действительно такой невротический характер. Навязчивый ты хочешь еще, потом еще и еще. Что мои девочки, а у меня действительно очень много девочек, которые занимаются именно невротической мастурбацией. И они страдают от нее. Значит, что эти девочки, про их оказалось так много на самом деле. И в чем отличие, сейчас мы поговорим с вами от нимфомании. Значит, таких девочек у меня очень много, очень много. Они от этого страдают. Потому что, во-первых, какие сразу про побочные эффекты. Помимо того, что насилуются органы, они уже такие могут быть поврежденные, изможденные. Сама девушка, само психофизиологическое состояние становится крайне истощенным. Крайне истощенным. Значит, для чего наши девочки это делают? Давайте посмотрим. Это два основных момента. Переключение внимания с какой-то проблемой, которую я совершенно не контролирую, на которую мне крайне трудно повлиять и что-либо в ней изменить. Для того, чтобы не думать о ней, я переключаюсь всецело на свою вульвочку, на свой клиторочек, на свое влагалище. И я вот в этой точке. Все, я сфокусирована именно на ней. Это первый момент. И второй момент, когда у меня нарастает эмоциональное, психофизиологическое напряжение, нарастает моя тревога, у меня никак не получается избавиться от этой тревоги. Никак. Я могу поблевать. Кстати, часто очень коррелирует из булини. Я могу пойти поблевать. Я могу пойти, я не знаю, сделать себе 33 слабительные свечки для того, чтобы облегчиться. Однако моя невротическая мастурбация – это одно, один из еще очень важных способов получить вот это желаемое, желанное расслабление. Только так я могу хоть как-то прийти в себя. Но опять же, не очень-то надолго. Все, не очень-то надолго. Через какое-то время я вновь замыкаюсь на своей вагине, вновь начинаю ее раздрачивать, получаю один оргазм с другим, и мне никак не угомониться, никак не успокоиться. Значит, в отличие от нашей с вами нимфомании, конечно, это как-то коррелирует, безусловно, между собой, и нимфоманичная девочка также может валяться со всеми этими вибраторами. Но наша нимфоманка будет отличаться природой, во-первых, этого явления. У нимфоманки, скорее всего, будут какие-то органические нарушения в работе головного мозга, или будут какие-то гормональные проблемы, связанные с климактерическим периодом. Чаще всего это так. И наша нимфоманка будет желать живых встреч. То есть это будут такие промискуитетные бесконечные связи, это будут конкретные живые люди, свидания и так далее. Что касается невротической мастурбации, там может не быть никаких органических нарушений. Там именно нарастание просто стрессовой тревоги. И не более того, и эта девочка, которая занимается у нас с вами невротической мастурбацией, она не нуждается особо в этих живых встречах. Она не нуждается в том, чтобы съесть ведро спермы. В отличие, например, от нашей нимфоманки, она сразу представляет эти 33 хуя, висящих над ней. Как в анекдоте. Короче, про анекдот рассказываю. Значит, идет девушка... А, нет, идет пьяница. Вернее, идет корова, короче. Кто знает этот анекдот, значит, вспоминайте смешно. Идет корова. Идет корова, смотрит, пьяница валяется. Думает, ой, бедная пьяница. Ведь, значит, и засохнет, умрет. Сейчас я подойду, напою ее молочком своим. Корова так подошла к спящей пьянице. И так раскныжилась ножками такими. И пихает ей сосочки в ротик. А алкоголичка открывает глаза, смотрит, значит, и такая говорит. Тихо, тихо, мужики, не все сразу. Я из этого анекдота рассказывала своей младшей дочке, кстати говоря. Она просто умерла от смеха. Тихо, тихо, мужики, не все сразу. Ну вот, короче, вот этот анекдот, тихо, тихо, мужики, не все сразу, это вот как раз про нашу нимфоманичную девочку. У нее есть потребность вот в этих сосках, в этих, значит, лужах спермы и так далее. Она вот хочет вот этих вот как бы разврата, что ли. Ее логина жаждет именно вот такой вот яркой встречи с партнером. А невротическая мастурбация – это просто. Девушка совершенно никуда не собирается выходить. Ей надо разрядиться и снять вот это напряжение, убрать эту тревогу. Все. Там нет как такового сексуального возбуждения. Есть тревога. И с тревогой надо справиться. И варианты того, как она с ней пытается справиться, самые разные. Кстати, очень социопатки у меня любят подрочить. Вот так, да? До изнемождения. Соответственно, она может набухаться, накуриться, все эти дела, крэк, шпэк, мэк, пойти поблевать, да, и подрочить. Это туда же. То есть это именно имеет отношение просто к физической какой-то разрядке. Ну вот. И вот мы сейчас с вами поговорили. Естественно, у нас в данном случае идет психотерапия. А вообще все эти женские мастурбации и самоудовлетворение – это все, конечно, замечательно, если это не имеет вот такой невротический характер. Если женщина просто получает именно такое наслаждение эйфорическое, получает свои оргазмы, потому что нельзя мастурбацию и самоудовлетворение сравнить с сексом с мужчиной. Это кардинально разные вещи. Мужчина никогда не сделает так, как сделает сама себе женщина. Поэтому эти вещи девочки обычно разделяют, что вот это мой мужчина, а вот это моя мастурбация. Это вот мой Вася в тумбочке лежит, это мой душик, и только я знаю, как мне надо. Это возможность также получить разрядку. Это возможность изучить свое тело, познакомиться с собой, увидеть, какое количество многопиковых оргазмов ты можешь словить, на что ты способна, распознать свою точку G. В отличие, кстати, от мужских, анонизмов у женщины есть гораздо больше дырочек. У нас больше всяких дырочек интересных. У нас больше эрогенных зон. Да, мы можем получать самые разные оргазмы, в отличие от мужских. Можем сочетать, например, колитеральный оргазм и оргазм при помощи стимуляции точки G, и одновременно получать и тот, и другой оргазм. Оргазмы могут быть многопиковые, самые-самые разные, очень-очень интересные. Правда же? Соответственно, это все очень замечательно. Я уже вам рассказывала, что познакомилась с мастурбацией, когда мне было лет 9. Моя подружка, которая жила год в Америке, привезла дикое количество каких-то порнокассет, порнофильмов, и она меня учила, значит, этой мастурбации в ванночке. Она мне показывала, как нужно расставлять ножки, подставлять писью к струйке, и она говорит, и вот, значит, ты, потом тебе захочется делать вот так, вот тебе захочется делать. И я помню, как-то ее бабушка поймала с этой мастурбацией, но это ее не, значит, от этого не отучило. Она продолжила все это делать дальше, всю эту мастурбацию. Ну и вот, и когда ко мне приехала моя сестра, жить в 12 лет, мы тогда впервые, у нас появилась своя квартира двухкомнатная. До этого мы с мамой всю жизнь жили в коммуналке. У нас появилась своя квартира, и там была такая красивая ванная. Но мне тогда казалось так, потому что моя мама жила с плотником, и этот плотник отделал нам всю квартиру в дереве, значит, он по дереву был плотник. И вот он зачем-то в ванную, видимо, тогда плитки не было, я не знаю, он всю ванну обделал красивым-красимым красным деревом. Красным или каким-то там. В общем, она вся в дереве была. И мы с сестрой мылись, и у нас там было подрочить на брундершафт, так называется. Назывался этот дрочь, мы с ней ложились в ванну, и я ее учила дрочить. Как это нужно, значит, и вот мы напротив друга к другу лежали, в ванну набирали, и дрочили там целыми часами. Я ей говорила, ты вот, значит, когда тебе, когда ты почувствуешь, ты уже все, ты вот держи дальше этот душик, потому что после вот этого придет еще раз, придет еще раз, и в общем мы дрочили с ней там по пять часов, мама ломилась к нам в ванну, что хватит, хватит уже ванна вся разбухала, выходите от нас, на самом деле, уже стала разбухать эта ванна. То есть все эти уже вздулись, эти балки просто, несчастные. и, короче говоря, ну вот мы там, значит, так очень навязчиво все это у нас происходило, дико интересно нам все это было, все, мы вот дрочили, глядя друг на друга, вот я и учила, короче говоря, этим, значит, нехитростям всяким. Ну вот и все, ребятки мои. Так, а по поводу вот этих девочек, у нас невротическая мастурбация, значит, мы уже с вами поняли, что невротическая мастурбация носит очень такой, как сказать, ну что ли, мучительный характер. Потому что получить оргазм трудно, следующий, да, и вот уже, уже все, уже нет сил взять эту точку, точку успокоения, прежде всего, уже там нет никакого удовольствия, именно точку успокоения. Ее тяжелее, тяжелее, тяжелее взять. И каждая точка сложнее, в общем, предыдущей, да, носит такой мучительный характер. Мучительный. Вот, 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 вот. Так. Так, значит. Ну все, я вам рассказала, ребятки мои. Значит, это по поводу секса, потому что у нас давненько с вами сексик не снимался. Сексик. Сейчас у меня пойдет, пойдет серия новогодних видео. Буду пить шампанское в вашем присутствии. Вот. Буду пить шампанское и говорить вам поздравительные речи. поздравительные слова. Ну, там, типа Happy New Year! Happy New Year! Та-да! Merry Christmas! Happy New Year! Все. Все. Я вас целую и обнимаю. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Заходите на мой сайт враникостепанова.com И всех вас я жду на своих индивидуальных консультациях по Skype. Па-па-па! Та-па! Субтитры делал DimaTorzok